Вновь испытала Дорога жизни Вновь испытала Дорога жизни автор Сергей Порохов Полоса подготовлена редакцией газеты «На страже Родины» 27 января 2015 года 19.1 25 января прошел 46-й международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 71-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда На старт 42-километрового марафона у памятника Разорванное кольцо на берегу Ладожского озера вышли около 600 любителей бега не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из многих регионов России, в том числе впервые из Севастополя Более 700 человек пробежали дистанцию полумарафона Среди участников пробега были гости из стран СНГ, Прибалтики, а также из Великобритании, Германии, Дании, Словакии, Финляндии В марафоне приняли участие и военнослужащие ЗВА, ветераны военной службы Среди спортсменов были представители Военно-медицинской академии, Военного института физической культуры, Железнодорожного и технического институтов Военной академии материально-технического обеспечения, СКА, Санкт-Петербург, воинских частей На трассе были развернуты армейские полевые кухни и промежуточные пункты питания Оркестр Военно-морской академии провожал спортсменов на старте и встречал на финише Среди призов, которые вручались при подведении итогов марафона Традиционная награда газеты Западного военного округа на страже Родины Минус приз имени военного корреспондента фронтовой газеты Арифа Сапарова Военный корреспондент освещал работу легендарной трассы в годы войны Написал первую книгу о подвиге героев ледовой трассы В критический момент, когда под бомбежками вышли из строя специалисты, руководившие строительством железнодорожной ветки Военный корреспондент принял на себя командование и несколько дней, до прибытия профессионалов, был старшим на участке строительства Приз газеты был вручен директору марафона Михаилу Кочеткову, который занимает эту должность 22-го года Активно участвует в военно-патриотической работе На снимке, венок от участников марафона к монументу разорванное кольцо Минус справа главный судья соревнований генерал-лейтенант в отставке Николай Петров Прочитано 30 раз Продолжение следует...